Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости четверга, 3 декабря. На Камчатке приступили к обсуждению стратегии развития здравоохранения края. Для проработки всех направлений решили провести несколько сессий общественных слушаний. Первая тема обсуждения – модернизация первичного звена. В ближайшие три года планируется отремонтировать и построить районные больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Бюджетные деньги пойдут и на покупку 16 единиц автотранспорта для организации, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. На Камчатке до 2025 года планируют также обновить медицинское оборудование и привлечь врачей в регион. Я задавала вопросы именно по кадровому потенциалу. Как привлечь сюда кадры на Камчатку? Не только в город Петропавловск-Камчатский, но и в районы. Можно чем их привлечь? Можно привлечь обеспеченностью жильем, можно привлечь комфортным пребыванием и можно привлечь хорошую заработную плату. Именно в эту программу было включено изменение структуры заработной платы, в том числе и развитие идет на увеличение окладов. Управляющие компании в краевой столице получают субсидии от городских властей на дезинфекцию подъездов, где выявлен очаг коронавируса. Это одна из мер, призванных сдерживать распространение инфекции. Подробности в нашем следующем материале. Мыть подъезды надо обязательно, причем не просто мыть, а дезинфицировать. Такие правила для управляющих компаний сегодня диктуют новая коронавирусная реальность и предписание Роспотребнадзора. Обязательная еженедельная уборка подъездов теперь должна быть строго в новом формате. Санитарная обработка в подъездах проводится в дни влажной уборки. Это полностью обработка ручки входных подъездов, панели домофонов, ручка с обратной стороны, перила, подоконники, почтовые ящики. Ну и, соответственно, выметают весь мусор и моют лестничные клетки, лестничные площадки, лестницы. Моют с хлорсодержащими средствами в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. То есть регулярно обрабатывать специальными растворами перила, подоконники, почтовые ящики, кнопки домофона и так далее – это теперь обязательно. А если в подъезде выявлен начак коронавируса, там должны провести тотальную дезинфекцию. Причем на эти цели управляющие компании получают субсидию от города. Ведь такой вид услуг не входит в тарифы ЖКХ. На сегодняшний день у нас более 60 заявлений поступило от управляющих организаций. И по 23 рассмотрены и приняты положительные решения. Перечислено субсидии более 2,5 миллионов рублей. Мера поддержки будет предоставляться и далее. О сроках приема заявлений на новый период будет управляющей компанией уведомлены дополнительно. Качество дезинфекции отслеживает жилищная инспекция региона. А за халтуру штрафуют. Ведь только соблюдая меры безопасности по всем позициям сегодня можно переломить ход пандемии. Екатерина Колч, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство «Камчатка». Пять месяцев интенсивных работ и микрорайон Завойко не узнать. Губернаторский проект «Город для жизни» в июле стартовал именно с этой части Петропавловска. Масштабное преображение завершено. Городские власти проверили результат всех работ. Жителям Завойко нужны достойные условия. Такую задачу этим летом поставила глава региона Владимир Солодов, запуская к юбилею столицы проект «Город для жизни». Беспрецедентные средства направлены на асфальтирование межквартальных проездов, дворов, подступов к социальным объектам. Причем большая часть в этом году пришлась на Ленинский район. Перед стартом программы Владимир Солодов своими ногами прошел почти весь Завойко, чтобы определить первоочередные задачи. В середину июля начнем работы по основному подъему поселка Завойко, по его асфальтированию, обустройству тротуаров. Также сделаем асфальтирование асфальтовую дорогу до садика. Вот здесь будет асфальт лежать, да? Да. И освещение сделаем полностью. Тоже много нареканий. Каким образом, значит, эти струны можно? Ну, в случае, в принципе, модернизировать, заменить. Да. А это просто линия, она не работает. Она когда-то работала, сейчас она не работает. Это в рамках вот этих денег первых, которые выделили? Да, да. В рамках комплексного благоустройства в первую очередь, да. Подъезд к местному детскому саду, как и обещали, заасфальтировали. А кроме того, на месте бесхозных гаражей обустроили стоянку для родителей. Были вывезены ряд гаражей. Мы расширились, то есть здесь спокойно. Ну, автомобилей 7-10 встанет. Мы стоим сейчас как раз на месте вывезенных гаражей. Кроме того, что тоже было отдельное поручение еще прошлой зимой, мы весной подключили свет здесь к действующей линии, которая идет по подъему. Сейчас вечером, когда приезжаешь, здесь достаточно светло и видно уже, конечно, безопасно ходить. Наконец-то в Завойко появился качественный асфальт. Обустроен подъезд к дому Петра Ильичева 5, а еще люди радуются тротуарам. Их здесь очень не хватало. Разница между «было» и «стало» просто радикальная. Не пройти. И надо идти, если в школу дети идут, или пассажиры идут с автобуса, наверх поднимаются. Это надо было идти по дороге, по центральной. И уступать дорогу машинам. Ну, сейчас, вроде бы, дороги хорошо, конечно, сделали. Это нравится. Ровненькие, гладенькие тротуары есть. Теперь асфальт проложен и до конечной остановки. Соединены два отремонтированных участка дороги по улице обороны 1854 года. Благодаря программе «Город для жизни», инициированной губернатором Камчатского края, нам достаточно масштабные работы удалось сделать в этом году в поселке Завойко бывшем, а сейчас в районе Петропавловска-Камчатского. Действительно, мы главные артерии дорожные положили в асфальт. И это существенно улучшило благоустройство поселка. Но останавливаться на этом не нужно. Я прошу вас в план комплексного благоустройства 2021 года предусмотреть дальнейшее благоустройство. Улучшали и благоустраивали в Завойко территорию площадью 17 тысяч квадратных метров. Городские власти пообещали, что в следующем году перемены в микрорайоне продолжатся. Екатерина Колч, Игорь Буймистров, информационное агентство «Камчатка». У петропавловских школьников прошел урок цифры. В роли преподавателя в этот раз выступил глава региона Владимир Солодов. Темой занятия стали нейронные сети и коммуникации. Губернатор поговорил со школьниками о том, как устроен искусственный интеллект и какие у него перспективы. Ученики задавали свои вопросы и рассматривали конкретные примеры. Образовательный проект «Урок цифры» проходит во всех школах страны с 1 по 11 класс. На занятия можно попасть в режиме онлайн. Такие уроки направлены на раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Организовали проект Федеральное министерство просвещения и Министерство цифрового развития. Мы сейчас разрабатываем стратегию до 2030 года. А это значит, что через 10 лет надо смотреть и сейчас обсуждать с теми, кто через 10 лет станет активными членами нашего общества. Тем, кому сегодня 8 лет, через 10 лет будет 18. И это наша одна из очень важных целевых аудиторий. Сегодня во всем мире отмечается Международный день инвалидов. 28 лет назад он был поразглашен Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью. Накануне глава региона встретился с воспитанниками и тренерами Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. О чем говорили и каким решением пришли, расскажем далее. Хотел просто вас послушать, какие у вас планы, какие соревнования впереди, на что, может быть, вы акцентируете мое внимание. На встречу с главой региона в формате круглого стола приехали руководители Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, а также тренеры, спортсмены, заслуженные мастера спорта России и международного класса. Многие выпускники Центра получили тренерское образование и вернулись на полуостров. Конкретно уже у каждого есть преподготовка именно тренер по видам адаптивного спорта. В этом году все прошли повышение квалификации, абсолютно все тренеры. Сейчас в Центре спортивной подготовки занимаются плаванием, горными лыжами и лыжными гонками. Всего 208 спортсменов. Тренировки проходят на спортивных объектах краевой столицы и Ельцовского муниципального района. Скоро готовиться к соревнованиям можно будет и на базе комплекса у подножия Авачинского вулкана. Обсудили, что приоритетом должно стать развитие дополнительной горнолыжной нашей базы «Дельвейс». В частности, система искусственного снижения, конечно, это насущная потребность и спортсменов общих, и спортсменов адаптивных категорий. Собравшиеся выразили свою озабоченность и по поводу отсутствия в регионе Центра реабилитации спортсменов. Это планируют исправить после строительства краевой больницы. Центр реабилитации разместится в одном из корпусов нового медицинского учреждения. Также на встрече губернатор поздравил собравшись с праздником и подарил ключи от нового автобуса. У старого транспорта истек срок эксплуатации. Сейчас вот эти законы, 10 лет автобусу максимум детей нельзя возить. Автобус с 1 января достигает, который до этого ездит где-то вон там сиденький. Ему 10 лет уже и как раз вот с Новым год, с новыми уроками. Лейсон Латыпова, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка». На Морозной стартовали чемпионат и первенство России по ски-альпинизму. Они продлятся неделю. Спортсмены соревнуются в пяти дисциплинах. В награду они могут получить место в сборной России по ски-альпинизму. Держите на ногах и потом устраивайте вниз на финише. Там будешь же отмечать вот этот поворот, который работает? Да, конечно, конечно, тут тоже камера отмечена. Второй день соревнований – дисциплина «Индивидуальная гонка». Спортсмены уже получили первые награды и продолжают борьбу. Некоторым удается выигрывать второй день подряд. Да, доволен. Особенно вчера первое место тоже занял. Сегодня первое место. Надеюсь, в следующих гонках тоже получится выиграть. Конкуренты есть, соперники сильные. Главное – не растеряться, потому что с ки-альпинизмом может случиться что угодно. И поэтому нужно делать с самого начала отрыв, что я на этой гонке и сделал. Соревнуются в нескольких категориях. Мальчики и девочки – 14 лет, юноши и девушки – 15-17 лет, юниоры и юниорки – 18-20 лет и взрослые. Тяжело. Очень тяжело. Но мне нравится. Когда вверх идем, очень много пухляка и травы, так что зацепляются где-то лыжи за палки, за ветки. А спуск очень скользкий. Взрослые принимают участие в чемпионате России, те, кто младше – в первенстве. В конце этого года частично по итогам соревнований будет сформирован состав сборной России. Ее члены примут участие в общенациональных и международных чемпионатах. Здесь камчатские спортсмены. Они у нас считаются, ну или не считаются, они являются основными в составе сборной России. Как молодежь, так и взрослые спортсмены. Ну, так исторически сложилось, что у нас на Камчатке, собственно, центр развития скельпинизма и на всех дисциплин. Есть регионы, которые составляют конкуренцию. Здесь сейчас два сильных спортсмена из Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, не смогли приехать еще спортсмены, которые бы с удовольствием составили бы конкуренцию вашим ребятам. Местные скельпинисты приходят в спорт либо с горнолыжных секций, либо с биатлона. Их мало, все они хорошо знают тактику друг друга, поэтому заранее просчитывают, с кем им придется бороться за призовое место. Ну, у нас, на самом деле, команда не меняется из взрослых женщин. Вот я, сестра, Света Березань и Катя. Вот, и мы вчетвером. Вот, Катя занимает первое место, а за второе-третье нужно побороться. И вот мы боремся как можем. Дисциплин несколько, спринт, индивидуальная и вертикальная гонка, командный забег и эстафета. При этом у каждого спортсмена своя тактика подъема и спуска. Между забегами нужно успевать снимать с лыж камус, ленту, которая не дает откатываться назад. За первое место мне сказали, что я получу сырекопченую колбасу, поэтому мне было очень грустно, когда я получила второе место. Представляете, секунда. Если честно, когда я спускалась, мне было так страшно, что меня обгонят, поэтому я просто поехала напрямик. Думала, ну так догоню. Этот чемпионат должен был состояться еще в апреле. Из-за пандемии его пришлось перенести на декабрь. При этом на снежную подготовку у спортсменов было всего пара недель. В основном в связи с этой пандемией мы на самоподготовке были в весенний период. В осенний период у нас начался тренировочный процесс. Занятия проходят по плану, то, что положено выполнять спортсменам в этот период подготовки. И, соответственно, вот в первый снег нам дал возможность встать на лыжи и уже участвовать в соревнованиях. Соревнования продолжатся до 6 декабря. Последняя дисциплина – эстафета. Официальное награждение пройдет в этот же день. Александра Радченко, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка».